Здравствуйте, дорогие зрители! Здравствуйте, дорогие зрители! В России последний раз художник представлял свои работы в России в 1909 году. Также нам кажется, что Константин Кузнецов, пожалуй, единственный из русских художников, кто настолько полно воспринял традицию французского импрессионизма и кто так плотно был связан с художественно-французской средой. Он был признан во Франции, его хорошо знали, а между тем в России его работы остаются практически неизвестны широкому зрителю. И кроме того, Кузнецов художник яркой индивидуальности со своим самобытным, неповторимым художественным стилем. Мы с вами совершим небольшое путешествие. Мы посмотрим различные регионы России и Франции. Наше путешествие мы начнем в Нижнем Новгороде, где Константин Кузнецов провел первую часть своей жизни до 30 лет. Затем мы с вами переместимся в Париж и посмотрим различные пригороды региона Иль-де-Франс. После этого мы переместимся в Британь и Нормандию. Бываем на уникальном острове Белиль, знаменитом своей необычной природой. И наше путешествие мы закончим в Париже, где Константин Кузнецов работал много лет до 1936 года. Этот зал посвящен раннему творчеству Константина Кузнецова. Константин Кузнецов родился в небольшом селе Желнино, расположенном недалеко от Нижнего Новгорода. Родился в состоятельной купеческой семье. Отец и дядя Константина Кузнецова основали товарищество братьев Кузнецовых и занимались рыбной торговлей, различными перевозками по Волге, а также в семье были небольшие предприятия, которые занимались рыбопереработкой. Это давало мощную финансовую базу, и что позволило в дальнейшем Константину Кузнецову вести достаточно безбедную жизнь в Париже, что отличало его коренным образом от многих и многих художников, которые работали в это время. До переезда в Париж Кузнецов занимался торговыми предприятиями своей фирмы. Но в 36 лет он вдруг круто меняет свою судьбу и уезжает в Париж учиться в Академию живописи известного французского живописца Фернана Кармона. Здесь он знакомится с другим известным русским художником Виктором Борисовым-Мусатовым. После окончания обучения в студии Фернана Кармона Кузнецов уезжает в Конкарно, где работает над своей первой картиной, которую выставит на салоне Националь. А вот здесь перед нами представлен его достаточно ранний портрет, который относится к 1897 году. Этот портрет относится к его ранним опытам, обучению в студии Кармона. И здесь мы видим, что портрет выполнен в таких темных тонах, и его, в общем-то, можно связать с академической традицией, которой был привержен учитель Кузнецова Кармона. Но мы видим здесь, с какой горделивой осанкой показывает себя Кузнецов, и в руках мы находим у него кисточку, атрибут художника, атрибут его новой профессии. Портрет даже еще подписан кириллицей. В дальнейшем Кузнецов все свои произведения будет подписывать латинскими буквами. Кузнецов здесь предстает уже с осознанием своего нового статуса как художника, и видно, что он очень этим доволен. А также рядом на соседней стене мы можем с вами обнаружить еще одну раннюю работу Константина Кузнецова, выполненную мы в Нижнем Новгороде, у себя на родине, в один из летних приездов на каникулы. Это вид Печорского монастыря. Мы видим здесь такой типичный, традиционный пейзаж, выполненный в реалистической манере. Вид, открывающий широкую панораму на Волгу. В 1900 году Константин Кузнецов заканчивает свое обучение в Академии Кармона и задумывает написать большое полотно. По совету своего учителя он едет в небольшой городок на западе Британии, который называется Конкарно. По воспоминаниям Зинаиды Серебряковой, Конкарно был знаменит тем, что здесь постоянно пахло рыбой, потому что здесь находилось большое количество селедочных фабрик. И этим этот городок и очень не нравился. Ну а для Константина Кузнецова он представил возможность изобразить жизнь рыбаков, которая, возможно, чем-то перекликалась с его ранними юношескими впечатлениями от рыбаков Нижнего Новгорода и для того же самого Желнино. Кузнецов исполняет большую картину, которая называется «Рыбаки в Конкарно». И вот здесь мы с вами можем видеть наиболее полный и законченный ее эскиз. Здесь мы видим фигуры трех рыбаков и уже видим, насколько эта живопись отличается от его раннего портрета, который был исполнен в студии Кармона. Здесь живопись наполнена светом, воздухом и движением воздуха. Это вся та тематика, которая будет разрабатываться в дальнейшем Кузнецовом и которая была свойственна ранним импрессионистам. С этой работой Константин Кузнецов выступает на салоне «Националь» в 1902 году. И выступает очень успешно. Его работа замечена, отмечена критиками. Работа с выставки покупается французским правительством и поступает в государственное собрание. Это большая удача для новичка, тем более для новичка-иностранца. И Кузнецов этим фактом и обстоятельством в своей творческой биографии очень воодушевлен. И решает дальше остаться и работать во Франции. Рядом мы можем видеть эскизы, выполненные к этой работе. Это изображение рыбаков. Это рыбак в желтой шляпе, чудак в собо и портрет некоего рыбака в синем берете. Константин Кузнецов выполнил очень большое количество эскизов. Он разрабатывал сюжет, мотивы. Эскизов сохранилось очень много. На данной выставке представлена лишь небольшая их часть. Мы с вами находимся в зале, который посвящен уникальному месту во Франции. острову Белиль. Этот остров находится в Атлантическом океане к юго-западу от самой крайней точки Британии мыса Киберон. В те времена, когда туда путешествовал Константин Кузнецов, ехать туда было около часа. Это было достаточно далеко. Остров Белиль уникален по своей природе. Он со всех сторон окружен водой. И эта вода постоянно омывает берега, так что образует в скалах и ущельях острова различные причудливые формы. И художники этот остров очень любили за его необычность. В общем-то, можно сказать, что природа Белиля в концентрированном виде сочетала в себе все, чем славилась природа Британии, особенно ее северной части. Это и непостоянство погоды, это и тело ветра, это и прохлада воды. Не все художники могли работать в этих местах. Например, Бенуа, который был в Примеле в 1905 году, писал о том, что только он садится написать какой-либо этюд, и ветер начинает сыпать песок в краски, бумага улетает. Работать совершенно невозможно. Поэтому природа подходила далеко не каждому художнику. Но Константину Кузнецову нравился именно вот этот момент борьбы, покорения своеобразной природы Британии. Из художников первым Белиль открыл Клод Мане. Он побывал здесь в 1886 году. И мы знаем из его писем, его друзьям и Маршану Дюранрелю о том, как ему сложно было привыкнуть к этим местам. Мане писал, что воды здесь совершенно иные, чем, скажем, воды Ла-Манши. Он писал, что «Я знаком с побережьем Нормандии и знаю, как его писать, но Атлантический океан здесь. Это совершенно иное». Константин Кузнецов поехал на Белиль, вероятно, по стопам Клода Мане. Впервые он побывал здесь в 1913 году и затем вернулся сюда спустя еще 10 лет в 1923 году. Несмотря на то, что Константин Кузнецов отталкивался от традиций импрессионизма, он очень точно передавал как состояние природы, так и сам характер ландшафта. И мы хотели это продемонстрировать в зале Белиля и показать именно современный вид острова, то, как он выглядит сейчас. Мы используем аэросъемки, которые показывают скалы Белиля и эти известные скалы Порт Катона именно с той верхней точки, как любил писать их Константин Кузнецов. Это взгляд с высоты птичьего полета. И зрители могут составить свои параллели между живописью и то, как это изображено на полотнах, и то, как это выглядит сейчас. А природа фактически не изменилась, и именно так она выглядела сто лет назад. Интересный момент, который хотелось бы отметить, что многие картины, которые экспонируются в этом зале, принадлежат семейной коллекции потомков Константина Кузнецова. Они принадлежат трем его правнучкам, и, наверное, Белиль является одной из любимых тем в его семье. Об этом говорят дарственные надписи, которые мы смогли лучше рассмотреть, когда получили картины перед выставкой и прочитали на подрамниках, что картины, оказывается, дарились членами семьи друг к другу на какие-то памятные даты. Дни рождения, свадьбу, Кристины или другие земельные события. Сейчас мы находимся перед картиной скалы Порт Катона 1913 года. Работы этого периода отличаются одной общей особенностью. Они имеют такой особый цвет воды, очень яркий синий цвет, который присущ Атлантическому океану ранней весной. Те, кто бывал в этих местах, говорят, что именно такой цвет вода имеет в это время года. Интересно, что картины можно датировать именно по такому особому характерному цвету. Скалы Порт Катона это место на Белиле, которое еще иногда называется на французском Эгюль. Эгюль это означает пики или иглы. Название скалам дано из-за их характерной формы. Они как будто бы острием своим устремлены вверх. Эта композиция известна нам по творчеству Клода Мане и хрестоматийная работа Мане находится в собрании музея имени Пушкина. То, что Константин Кузнецов берется за этот сюжет, говорит о том, что он чувствует себя способным конкурировать с Мане, способным взяться за тот же сюжет, за который брался и мэтр импрессионизма. Но, конечно, художник делает это по-своему. На его работах мы не увидим оптической сетки мелких мазков. Наоборот, мазки его очень длинные, характерные и эмоциональные. Это главное качество работ Кузнецова эмоциональность и индивидуальность, которую он придает своим полотнам, в том числе и благодаря таким особым длинным вихревым мазкам. Можем сравнить картину 1913 года с другой работой на тот же сюжет «Скалы Порт Катона», написанной 10 лет спустя. В 1923 году Константин Кузнецов возвращается на Бериль, но это уже другой жизненный период, другая эпоха для художника, его приемы иные. Мы можем видеть, что работа 1923 года написана на холсте очень крупного зерна, и это говорит о том, что художник больше не приобретал материалы в художественных магазинах. Он использовал грубые подручные материалы, а в данном случае это простая мешковина. В других случаях он использовал скатерти, простыни, наволочки. Все это он делал из-за того, что материальное его положение становилось все более трудно. Мы видим отличия и в технике. Если произведения 1913 года написаны густым слоем масла, мы отчетливо видим мазки, фактуру письма, то картины 1923 года сделаны в иной период. Это другая стилистика и другие приемы работы. Мы видим, что художник сильно разбавляет краску. Он пишет почти лисировочно. Краска разбавлена до состояния почти акварельного письма и мазков здесь мы не увидим. Мы с вами находимся в разделе «Парижские пригороды», который дополняет картину раннего периода творчества Константина Кузнецова. Он закончил студию Фернана Кармона, побывал в Конкарно и завоевал свой первый успех на парижских салонах. После этого он принимает решение остаться в Париже по крайней мере на какое-то время с тем, чтобы иметь возможность плотнее интегрироваться во французскую выставочную среду. Он переезжает в Париж вместе со своей молодой супругой Александрой. Они снимают апартаменты на бульваре клиши вместе с большой мастерской, окна которые видны на автопортрете Константина Кузнецова 1905 года. В начале девятисотых Константин Кузнецов много работает в парижских пригородах. Как правило, он бывает в городках, которые расположены вдоль Сена. Это Бужеваль, Буалерроа, Везине и другие. Молодая семья не путешествовала далеко от Парижа, потому что у них родился первенец дочь Елены в 1902 году и они предпочитали оставаться на близком к Парижу расстоянии. Дочку Елену мы как раз можем видеть на семейном портрете, на котором изображена жена Александра и маленькая девочка в колясочке. Семейные сцены домашнего быта часто появляются в работах Кузнецова этих лет. На самом деле художник имеет определенную цель в эти годы. Он хочет как можно ближе подойти к тому, что составляло суть французского импрессионизма. Для этого он много работает на пленэре. Как правило, он уходил со своим этюдником утром и целый день работал на свежем воздухе, возвращаясь домой с одной или двумя картинами или этюдами. Он много времени уделяет в эти годы солнечному свету, его эффектам, эффектам атмосферы, тому, как солнце просвечивает сквозь листву или сквозь деревья. Это хорошо видно на таких работах, как «Лес» 1903 года или «Аллея у берега реки». Интересна история двух картин из этого раздела. Это «Бужеваль» и «Сен-Жермен». Они происходят из коллекции Государственного музейно-выставочного центра Рос-Изо. Как же они туда попали? В 1963 году дочь Кузнецова Ольга спустя 30 лет после смерти ее отца решила сделать дар, как она выразилась, советскому народу на добрую память. Именно эти слова она написала на обороте одной из картин, которая была подарена Советскому Министерству культуры. Всего картин было 27. Когда они были получены, музейные специалисты не знали, как к ним отнестись, потому что история признания импрессионизма в России была трудная. Только в 1957 году картины импрессионистов были излечены из запасника Пушкинского музея и оказались в экспозиции. Но работы иммигранта, каким был Константин Кузнецов в понимании музейных специалистов, работы художника, который происходил из купеческой семьи, не могли оказаться в музее в те годы. Поэтому они отправились в хранение в Загорске, которое через много лет было как раз и преобразовано в Росизо. Мы их обнаружили незадолго до этой выставки. Картины были отреставрированы специально для экспозиции. Всего их пять. Две находятся в разделе Конкарно, одна в зале Белили, и две находятся в зале, который рассказывает о первых парижских годах творчества Кузнецова. Раздел Британии Нормандии связан с расцветом творчества Константина Кузнецова. Это 910-е годы, время, когда художник находился в полном владении своими силами, и его жизненные обстоятельства складывались счастливо для него. Средства из России позволяли ему жить безбедно и путешествовать по Франции. Он нашел натуру, которую он так любил. Это был регион Британь. Вообще, обретение своей натуры очень важно для каждого художника. Сезанн любил работать в Эксе, импрессионистом нравился Бужеваль, а Константин Кузнецов открыл для себя северный берег Британии. Из художников он был здесь практически один из первых. Британь в то время была регионом достаточно изолированным от Центральной Франции, и путешественники и художники, которые попадали в Британь, оказывались как бы в таком особом мире, который не был связан с тем, что они привыкли видеть во Франции. Особенно удивляли бретонцы. Кроме того, они говорили на бретонском языке, и дети Кузнецова вспоминали, что им приходилось нанимать переводчика, которым служила кухарка. Она владела и французским, и бретонским, так, чтобы семья могла как-то общаться с теми, кто их окружал. Константин Кузнецов облюбовал для себя северное побережье Британии. Особенно ему полюбился регион Валя-Андре. Здесь он работал долгие годы, с 1911 по 1918. Как правило, он приезжал сюда в начале сезона, в апреле, а уезжал где-то в конце сентября или в октябре. Работал здесь целое лето и привозил с собой в Париж достаточно много полотен, которые затем экспонировал на ежегодных парижских салонах. В эти годы он синтезирует свой особый тип картины, который характеризуется широким панорамным взглядом на ландшафт. Создается впечатление, что мы как будто стоим на высоком холме, смотрим на ландшафт с высоты птичьего полета. Появляется желание как будто раздвинуть границы пейзажа вширь, в высоту, вниз, в разные стороны. И эта черта как раз связывает Кузнецова с русской пейзажной традицией. Французы видели природу немного по-другому, более камерно, они выбирали более укромные уголки. Русский же взгляд над ландшафт. И если мы вспомним Левитана, например, над вечным покоем, позволяет сразу увидеть необъятные просторы земель. И вот такой взгляд Константин Кузнецов как раз и сплавливает с французской живописной традицией. И этим интересны его работы этого периода. Одна из картин вид на Вильпишар. На ней мы видим характерный силуэт колокольни, который как будто пронзает небо. И это колокольня Собора Петра и Павла, которая как раз находилась в этом местечке. Она появляется на многих пейзажах этого периода и является такой опорной точкой для ландшафта. Всего в эти годы Кузнецову написано очень много произведений. И, как правило, они объединяются вот таким характерным ярким зеленым цветом. Эта палитра очень специфична именно для этого периода. В 910-е годы, как мне кажется, наступает расцвет творческих возможностей Константина Кузнецова. Он не только синтезирует свой особый тип пейзажа, но и вырабатывает свой собственный стиль, который уже более не классический импрессионизм, а сплав импрессионизма, постимпрессионизма и каких-то его личных приемов, его собственные индивидуальные манеры. Очень интересные моменты, которые можно видеть на отдельных картинах. На одном из видов Вильпишар, написанном в эти годы, мы видим такой интересный момент, по которому можем понять, что Константин Кузнецов присматривался не только к импрессионистам, но и к фавистам. На виде Вильпишар на деревьях мы видим желтые тени. Конечно, это не натурный момент, а момент такой эмоциональный, желание придать большую выразительность ландшафту, яркий акцент. Мы можем понять, что Константин Кузнецов видел и Анри Матисса, и его единомышленников, которые выставлялись рядом с ним на тех же парижских салонах, в первый раз показав свои работы на осеннем салоне 1905 года. Следующая картина, которую мы хотели бы предложить вашему вниманию, это «Стог сена» в Шеврозе. Это окрестности Парижа, и работа датируется 1909 года. Мы с вами сразу видим достаточно узнаваемый сюжет, и мотив стога знаком нам по известной серии работ Клода Моне. Возможно, именно одной из этих работ Константин Кузнецов как раз был вдохновлен, когда смог с ней познакомиться на выставке французской художественно-промышленной в России в 1896 году как раз перед временем своего отъезда во Францию. И здесь мы можем, конечно, сказать, что это некая такая дань уважения, дань памяти своему великому предшественнику, но Кузнецов работает уже в своей стилистике, совершенно по-другому решает художественные задачи. Мы видим, что в отличие от Клода Мамне у Кузнецова здесь более длинные, более извилистые, более прихотливые мазки, и это позволяет ему выразить свою собственную индивидуальность, собственный проявить темперамент и наполнить картину иным эмоциональным звучанием. Очень интересно, что если бы мы могли заглянуть на оборот работы, то мы бы увидели надпись русскими буквами «Марс-11». Для нас долгое время оставалось загадкой, что это могло значить, когда мы наконец не догадались, что эта надпись обозначает салон «Марсово поле» 1911 года, то есть работа выставлялась на выставке в это время. Константин Кузнецов любил подписывать обороты своих работ. Более того, часто он оставлял там и свои парижские адреса. Это служило для того, чтобы после окончания выставки распорядитель выставки мог не ошибиться и точно отослать работу художника ему обратно на домашний адрес. может быть, казалась такая некая купеческая обстоятельность Константина Кузнецова о том, что он очень бережно и трепетно относился к своим работам. Также на оборотах часто встречаются различные пометы, оставленные художником, которые могут относиться к тем или иным творческим аспектам его работы. Например, на некоторых работах мы можем увидеть такие надписи, как «Бледные облака», «Крайний домик Вильпишаря». А, скажем, на одной из работ мы обнаружили такую забавную надпись, которая называлась «Бросовый этюд». На обороте из одной работ нами была обнаружена надпись «Хей-28». Мы долго думали, что такое «Хей» и в переводе с английского «Хей» это значит «сено». И действительно на работе присутствовал сток сена. И мы думали, что таким образом художник обозначил название картины. Но наше было большое удивление, когда на работе, на которой не было никакого сена и стогов, мы также обнаружили надпись «Хей-26». И долго думая, мы в конце концов пришли к выводу, что таким образом Кузнецов сократил слово «националь», написал французское слово русскими буквами. То есть это были выставочные картины, которые присутствовали на салоне «Националь» выставлялись. Здесь прямую можно проиллюстрировать такую поговорку «Смесь французского с Нижегородским». А сейчас давайте посмотрим другую работу Кузнецова, которая называется «Скала Ватрита», и она датирована 1910 годом. Кузнецов побывал в Ватрита. Ватрита – это достаточно известное курортное место на севере Нормандии. И помимо Кузнецова здесь работало много художников и русских, в том числе, и французских. Среди русских художников можно вспомнить такие имена, как Алексей Боголюбов, Василий Поленов, Лев Лагорьо и многие-многие другие. Это был достаточно популярный курорт, который притягивал к себе очень многих и многих людей. Но вот здесь мы видим на работе Кузнецов изобразил знаменитую меловую скалу Ватрита, но дает ее в очень резком ракурсе. И вообще картина решена в минималистическом таком ключе, маленьким набором средств. Кузнецов старается изобразить бескрайнее пространство, морскую даль, и дает это все со своей такой излюбленной точки, с высокой точки обзора, практически с высоты птичьего полета. Это вот такая одна из характерных особенностей композиционного построения работ Константина Кузнецова. Возможно, такая высокая точка обзора была связана с нижегородскими воспоминаниями Константина Кузнецова, когда он стоял на высоком берегу Волги, Нижнего Новгорода и смотрел на противоположный берег реки, и перед ним открывались такие величественные панорамные пейзажи. В Британии и Нормандии Кузнецов продолжает работать и в 20-е годы. Хотя его материальное положение сильно ухудшается, но короткие поездки он все же совершает в первой половине 20-х годов. Одна из них была поездка в Нормандию, и это место долина Грандаль. В экспозиции мы хотели отразить момент, как Кузнецов работал сериями. Он делал это довольно часто. Возвращался на один и тот же мотив спустя некоторое время. Иногда это были дни, иногда недели, иногда времена года, а иногда и несколько лет. Здесь мы видим несколько видов долины Грандаль. Серия состоит из трех полотен, и мы можем легко узнать, не заглядывая в название картины, какой же сезон изображен на этих полотнах. На одной из работ изображена весна. Это свежий прохладный воздух, зелень таких прохладных тонов, только что появившаяся, и едва вспаханные поля еще с невзошедшей травой, нежно-бежевого розоватого цвета. На другой картине мы видим лето, и зной поднимавшегося тумана от земли создается ощущение действительно жаркого сезона, духоты и жары. И на последнем полотне изображена осень. Это краснеющие листва, деревья, теплое закатное освещение и уже готовящаяся к зиме природа. Таким образом мы видим, что на одно и то же место Кузнецов возвращался в течение трех сезонов и фиксировал различные изменения природы на протяжении определенного отрезка времени. Так делали импрессионисты. Моне, например, поступал аналогичным образом в серии Руанских соборов. Но отличие Константина Кузнецова состоит в том, что он не писал серии в течение одного дня, как это делал Моне, а предпочитал возвращаться на один и тот же мотив в течение более протяженного отрезка времени. Интересно проследить изменения в технике, которые, конечно, мы видим на этих полотнах по сравнению с более ранними произведениями десятых годов. Долина Грандаль, если присмотреться поближе, написана на холсте без грунта. Художник отказывается от белого грунта с тем, чтобы оставлять в некоторых местах холст незакрытым краской. Этот теплый бежевый тон работает наряду с, собственно, палитрой художника и является еще одним выразительным элементом картины. Много внимания Константин Кузнецов уделяет в этот период изображению неба. И те, кто бывал в Британии и Нормандии, говорил о том, что небо здесь совершенно особое, его цвет по-особому серебрист и отливает перламутром. Константин Кузнецов часто пишет разнообразные движения облаков, можно проследить, как они перемещаются по небу, и действительно создается такое ощущение дыхания и живого движения. И мы с вами смотрим на пейзаж 1926 года. Это тот же вид Вильпишара, который художник так любил, но написан он на десятилетия позже. И это уже совершенно иная эпоха. Не только в общем мировом контексте, но и в ситуации жизни самого художника. Он уже несостоятельный гражданин Российской империи. Он уже иммигрант, человек, который лишился паспорта. Не пожелав сдать паспорта Российской империи, он остался с документом, который уже не имел юридической силы. Он был отрезан от своей семьи, родственники перестали писать. Последнее их письмо было с просьбой о том, чтобы переписка прекратилась, потому что они всерьез опасались за свою жизнь. И, конечно, прекратились денежные поступления из России, которые позволяли ему путешествовать. Поэтому, возвращаясь в Британь последний раз, он понимает, что это его последняя поездка в этот регион, регион, который он так любил, который дарил ему вдохновение. И совершенно иной становится стилистика. Вместо гармоничных, дополняющих друг друга цветов, таких ярких, чистых и открытых палитра становится конфликтной, контрастной. Художник выбирает темные тона, черные, темно-зеленые, кирпичные. Тона не дополняют друг друга, а контрастируют. Они усиляют вот этот момент конфликтности, который художник привносит в стилистику. Таким образом, со своей личной стороны он подходит к общемировому движению экспрессионизма, но наполняет его своими личными переживаниями, своей личной судьбой. В эти годы его судьба складывалась драматично и, находясь уже в зрелом возрасте, он не мог адаптироваться к изменениям. Он не мог преодолеть экономический кризис, изменить себе, изменить свою профессию. Он продолжал работать, но кризис, который он переживает, отчетливо виден на его полотнах этих лет. Данный раздел экспозиции посвящен работе художников 20-е и 30-е годы. После революции 17-го года материальное положение Константина Кузнецова становится значительно хуже, и он постепенно теряет возможность выезжать в регионы Франции, в частности, в свой любимый Вильпишар, и там работать. И главным источником его вдохновения становятся пейзажи Парижа. И здесь мы можем выделить несколько основных тем, несколько основных мотивов, которые он разрабатывает. Это река Сена и ее мосты, это виды дворца Таркадеро, это площадь Согласия и Ноттердам. Как и работа художников-импрессионистов, работу Константина Кузнецова можно разбить на некие такие серии. Одна из таких серий это мосты Парижа. Вы видим изображение нового моста. Меняется стилистика, как меняется техника, изобразительные приемы, в которых работал Константин Кузнецов. Живопись становится более жидкой, если так можно сказать, более акварельной, более прозрачной. Еще один интересный такой момент. В это время и в связи с нехваткой денежных средств художнику часто приходилось готовить самому себе холсты. И в качестве подручных материалов он использовал и какие-то куски парусины, скатерти, какие-то тенктовые ткани. И, соответственно, для того, чтобы художнику можно было потом на них работать, ему необходимо было сделать некую проклейку. И вот на этой работе, на которой изображен новый мост, мы видим, что художник не закрашивает верхнюю часть неба. И вот этот желтоватый цвет проклейки как раз он использует как некий такой изобразительный прием. Весь тон картины наполняется вот этим желтоватым свечением, которое дает вот эта некая такая основа. Здесь мы видим, что художника, как и художников и импрессионистов, прежде всего интересует передача световоздушной среды, движение воздуха, движение воды. На другой работе изображен мост искусств. Один из излюбленнейших тоже мотивов Константина Кузнецова. Он очень всегда узнаваемый по ажурному орнаменту перекрытий. Кузнецов часто его писал. И здесь мы видим, дается совершенно иное состояние, иной аспект освещения, который, соответственно, вызывает некие другие ассоциации. Возможно, Константина Кузнецова некоторые критики в связи с этим называли художником-мистиком, который находил какие-то новые звучания, видения уже привычных парижанам городских ландшафтов. Еще один из излюбленных мотивов художника в Париже — это площадь Согласия. Мы видим здесь разное освещение, разная световоздушная среда. Розовый тон, звучание всей картины — это, конечно, такой чистый прессионистический прием, когда художник главное внимание уделяет передаче света воздушной среды вот этому свету, который отражается в мельчайших-мельчайших капельках тумана и пронизывает буквально весь город, отчего предметы, которые изображаются Кузнецовым, начинают преобладать некий такой нереальный, даже, я бы сказал, такой мистический оттенок. Главной темой становится именно свет, который проникает сквозь некую дымку. Совсем иное состояние мы наблюдаем в изображении вечерней площади Согласия. Здесь работа становится более драматичная, цвет практически уходит из палитры художника, и тем не менее мы видим здесь некие такие проблески желтых пятен, некое такое свечение, которое дает художник для большего выявления предметов пейзажа. Интересно подметить, что вот эти желтые пятна это непрокрашенные куски холста, это мы видим именно ту самую проклейку. Становится понятно, что насколько мастерски он владеет искусством композиции картины, уже в процессе работы он умеет так увидеть те места, которые ему не надо покрывать слоем краски, что он их в общем-то в процессе работы и оставляет. И это дает очень интересные живописные эффекты. Еще один из излюбленных мотивов творчества Константина Кузнецова в период работы его в Париже это изображение Ноттердама, в которое тоже можно сложить в некую серию, в большую очень серию его работ. На выставке представлены лишь некоторые из них. Но здесь также Константин Кузнецов стремится хватить некое мгновение, некое впечатление. Этих впечатлений у него за период его творчества в Париже набирается достаточно очень много. И все Ноттердамы у него очень разные и ни один не похож на другой. По сути, сам этот величный собор является для Константина Кузнецова лишь неким поводом передать свое какое-то внутреннее переживание. Надо сказать, что критики французские, когда оценивали и смотрели его Ноттердамы, называли Константина Кузнецова художником-визионером, то есть художником, способного в чем-то реальном увидеть какие-то черты нереальности. И действительно, освещение и цвета, к которым прибегает Константин Кузнецов, они очень необычные. И такие сочетания мы можем наблюдать или очень какие-то редкие атмосферные погодные явления. И тут действительно Кузнецов в полном праве выступает как художник-импрессионист, который именно смог запечатлеть такое необычное состояние природы. Но Кузнецов все-таки делает это несколько гипертрофировано, и в этом проявляется его уже стремление выйти за рамки чистого импрессионизма и добавить своим цветам некое такое драматическое, некое очень личное звучание. И здесь можно с полным правом сказать, что Константин Кузнецов в чисто живописном таком аспекте уже становится художником-экспрессионистом, выражающим какое-то свое личное, очень тревожное, очень драматичное такое настроение. На работах Константина Кузнецова конца 20-х, начала 30-х годов мы уже видим проявление так называемой человеческой жизни. То есть появляются некоторые персонажи, это люди, жители города Парижа, что было несвойственно в ранние и зрелые периоды творчества для художника. Пейзаж у него уже не становится таким как бы пантеистическим, очищенным от всего как бы лишнего. Его пейзажи начинают проникать такие реалистические мотивы, даже некоторые бытовые и индустриальные. То есть Париж у него становится населенным городом, но тем не менее все равно Кузнецов погружает его в некую такую несколько мистическую и сказочную атмосферу, пронизанную таким необычным светом и порой часто драматичным. необычным 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 Это малый зал, который посвящен семье Константина Кузнецова и его потомкам. Мы смотрим с вами на ширму, которая находилась в апартаментах Кузнецова на бульваре Монпарнас. Мы обнаружили эту ширму несколько лет назад. Реставратор работал на протяжении двух месяцев с этой ширмой, восполнял утраченные фрагменты, произвел дублирование холста, изготовил новый подрамник, новые петли, были сделаны тонировки. И сейчас ширма предстает фактически в том виде, как она была в апартаментах Кузнецова. Интересно, что на одной из фотографий 20-х годов мы как раз видим уже внучку художника Моник, которая стоит на фоне этой ширмы, позирует. И мы видим, что это был такой предмет интерьера. Кузнецов делал несколько подобных вещей в эти годы. Возможно, это было такое желание его украсить свое жилище, придать какой-то шарм. После переезда во Францию Константин Кузнецов купил собственный фотоаппарат и первое время много снимал на натуре, которую он писал. Есть целая серия фотографий из Конкарно. На ней изображены рыбаки, лодки, порт Конкарно. Интересные моменты, которые художник хотел зафиксировать для себя. Он также много снимал и свою семью, жену Александру и своих четверых детей. Они обвенчались необычным образом. По дороге в Париж они сделали это в одной из православных церквей Берлина. И это такой, как нам кажется, интересный момент, который указывает на то, что супруги преодолевали какое-то сопротивление своих родственников. Вероятно, родные и Александры, и Константина не очень были готовы к тому, чтобы совершился этот брак. Но, тем не менее, супруги решили пожениться и в Париже жили уже как молодожены. Детей родилось четверо. Старшей была дочь Елена. Она родилась в 1902 году. Когда она выросла, она стала филологом, переводчиком. Перевела на французский язык книгу Гоголя Вий, которая вышла с иллюстрациями Кузнецова в издательстве Рене Кефера в 1931 году. В годы Второй мировой войны Елена вместе со своим мужем, французским архитектором Рене Вивье, участвовала в движении сопротивления. Она работала в Алжире, занимаясь агитацией. Дочка Ольга родилась в 1905 году. Она не вышла замуж и увлекалась искусством, театром, балетом. Работала в балетной труппе и жила с матерью до конца ее дней довольно долгое время. Сын Александр родился в 1909 году. Он в 20-е годы помогал своим родителям, получил образование инженера. Он даже зарегистрировал несколько патентов на свое имя. Но, к сожалению, в 1933 году он умер от инфекции, от менингита. Константин Кузнецов так и не оправился от этого удара. Он умер три года спустя. Потомки Константина Кузнецова, которые и сохранили его живописное наследие, представляют собой линию, которая идет от дочери Константина Кузнецова Елены. У Елены было двое дочерей – Маник и Адиль. И Маник, которую мы видим на одной из фотографий, сидящую на коленях у своего деда, когда она выросла, она стала заниматься исследованием живописи Кузнецова. Она защитила диссертацию в Эколе Дюлювр. Она опубликовала книгу, занималась организацией выставок и совершила множество наработок, переписав весь семейный архив и ее материалами, мы пользуемся до сих пор. Семьи потомков Кузнецова любят и поддерживают память о русской культуре. По мере возможности его правнучки учат русский язык. Сохраняется традиция давать детям русские имена. Правнучка, с которой мы сейчас поддерживаем связь, носит имя Катя. Ее внучка, которая недавно появилась на свет, была названа Машей. И вот эта интересная традиция поддерживается уже на протяжении многих поколений. Давним желанием потомков Кузнецова была организация большой монографической выставки их прадеда в России. На протяжении долгого времени она не могла быть реализована. Но сейчас, когда они знают о том, что эта выставка наконец состоялась, они говорят о том, что они преисполнены радости от того, что мечта их наконец воплощается в жизнь. Они наблюдают за фотографиями, которые мы им присылаем, знают о том, что выставка пользуется интересом у зрителя и говорят, что чрезвычайно этому рады. Судьба картин Константина Кузнецова сложилась совершенно удивительным и невообразимым образом. Дело в том, что Константин Кузнецов практически не продавал свои полотна при жизни. По свидетельству его внучки, Амбруас Валар, известный маршан и торговец живописью, предлагал Константину Кузнецову контракт. Но тот, в свою очередь, отказался от этого. И это определило одну из важных составляющих и характеристик творчества Константина Кузнецова – абсолютную свободу и свободу своих художественных и вкусовых предпочтений. Незадолго до своей смерти Константин Кузнецов переезжает из большой квартиры в небольшие комнаты на Рюбло-санат. И он вынужден снять свои работы с подрамников, сложить стопкой холсты и завернуть в рулон. Именно в таком виде работы художника хранились в семье на протяжении практически 100 лет. И именно этот рулон мы и обнаружили несколько лет назад, когда проводили архивные исследования о биографии художника и познакомились с его правнучками, которые до сих пор живут в Париже. Эта история удивительна. Трудно представить, что в начале 21 века нашлось собрание художника столь значительное и огромное по своему составу. Мы хотели бы поделиться этой историей с вами и надеемся, что в какой-то мере творчество Константина Кузнецова оказалось для вас новым, но в то же время знакомым и интересным. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова